знаний, то есть проведение вебинаров, ведение блогов, а также создание нового сайта для инициативы, которым очень гордимся, который мы предложим в самом ближайшем будущем. Надеемся, что вы станете активными пользователями всех инструментов, которые мы предлагаем к использованию в робках инициативы. Будучи сетью, мы рады использовать все механизмы, которые есть в нашем распоряжении для распространения и обмена знаниями. То есть могу еще раз лишь поблагодарить вас за то, что отключились сегодня, и мы в ближайшие месяцы будем вам объяснять, каким образом можно взаимодействовать с нашей инициативой, которая, как мы полагаем и надеемся, будет полезна для работы в ваших соответствующих странах. И призываем вас подписаться на нашу рассылку, на нашу инициативу, чтобы вы первыми избежно получали информацию о том, что нового предлагается и каким образом можно использовать предлагаемые сообществу ресурсы. Прежде чем мы перейдем, собственно, к содержанию нашего сегодняшнего мероприятия, в рамках приветственного слова я рада отметить присутствие партнерских организаций. И мы заслушаем приветственные слова от Габриэля Фонтана, который является региональным советником по вопросам здравоохранения Европейского регионального бюро ВОЗ. После этого мы заслушаем коллег из ВОЗ и ЮНИСЕФ. Но для начала я предоставлю слово Габриэля для того, чтобы мы заслушали информацию о нашем первом вебинаре, а также о перспективах тесного сотрудничества и о ценности этой инициативы. Габриэл, прошу вас. Спасибо большое, Габриэль. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Для меня большая честь быть здесь и иметь возможность поучаствовать в этой сессии и выступить со вступительными словами. Как вы все знаете, Мандат ЮНИСЕФ связан с детьми и с их благополучием. Мы часто говорим о выживаемости детей, но все больше и чаще мы работаем с темой благополучия детей. То есть, работаем на то, чтобы дети достигали своего максимального потенциала. И это привело к реализации инициатив во многих странах с системами здравоохранения. И вообще здравоохранение как таковой больше не связано с выживанием, а с оказанием своевременных и качественных услуг со стороны компетентных сотрудников, которые дают детям максимальные возможности по реализации собственного потенциала. И это становится еще более актуальной темой для детей, которые столкнутся со сложностями, у которых могут быть вопросы с ростом, задержки в развитии, легкие, средние или сильные формы инвалидности. И мы верим, что ресурсов и возможностей у системы здравоохранения зачастую не хватает для оказания надлежащей поддержки этим детям и их семьям, а даже другим учреждениям, таким как школы, а также учреждениям, которые оказывают повседневную поддержку. Поэтому я полагаю, что эта инициатива и все коллеги и институты, которые поддерживают эти совместные усилия, действительно могут привнести изменения в то, каким образом системы здравоохранения работают с вопросом развития детей раннего возраста, поскольку это очень важно, важно для того, чтобы произошли изменения, и чтобы работники здравоохранения, я вот сам врач, чтобы они отошли, собственно, от вопросов исключения физического здоровья и стали рассматривать темы психологического, психического, социального благополучия, а также чтобы мы учитывали все нюансы при наращивании потенциала для выявления ранних признаков, например, проблем, сложностей или наличия каких-то неблагоприятных внешних или внутренних условий, которые могут скомпрометировать полноценное развитие ребенка. И мы знаем, что если действовать быстро, оперативно, если действовать хирургическим образом, прошу прощения за свой клинический язык, но вот если мы все это делаем максимально стратегически и четко, мы действительно можем изменить жизни детей. Поэтому я снижу возможности увидеть, каким образом по ходу дискуссии эти вопросы будут освещаться, а также увидеть, каким образом совместными усилиями мы сможем добиться изменений в этих областях. Спасибо большое. Спасибо, Габриэль. И вы действительно очень важно подчеркнули, что в рамках этого партнерства мы стремимся обеспечить изменение парадигмы и качественные изменения в плане того, как мы работаем, и в плане того, как мы вместе учимся. Поэтому я сейчас рада предоставить слово нашему следующему спикеру, Мартину Дейбро, который является руководителем команды по качеству ухода и руководителем программ по здоровью детей и подростков Европейского оригинального бюро ВОЗ. Мартин, прошу вам, у вас вам слово. Спасибо, Лена, большое за вступление. И я прошу прощения, у меня какая-то проблема с камерой, которая никак не хочет включаться. Надеюсь, что хотя бы микрофон работает, и меня хотя бы слышно. Да, 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 все слышно. Да, здорово. Позвольте мне поблагодарить ИСУ и ЮНИСЕФ за организацию этого вебинара. Я рад и впечатлен тем количеством людей, которые подключились, больше 200 человек. Это действительно свидетельство серьезной важности, которое представляет этот вопрос. Я проведу лишь три аргумента, которые касаются надумных визитов. В рамках этой аудитории нам, конечно, не нужно объяснять, насколько важной темой является развитие детей раннего возраста и европейская стратегия здоровья детей и подростков уделяет ему должное внимание. Все работники системы здравоохранения, конечно, должны уделять этим должное участие, но нужно понимать, что зачастую не хватает именно содержания и качества. Примерно пять лет назад мы разработали европейскую рамочную программу развития детей раннего возраста, в развитие которой внесли свои вклады. Многие люди, которые подключились сегодня, она была принята европейским комитетом в ВОЗ несколько лет назад. Тем самым закладывается существенная основа для выработки национальных инструментов оценки раннего развития. И по ходу системы мы еще поговорим об этом более подробно. Я очень благодарен своим коллегам из ЮНИЦЕФ за то, что они очень активно продвигают эту тему в соответствующих странах. В рамках этого контекста мы, опять же, поняли, что посещение на дому является очень важным и перспективным компонентом, но мы знаем, что качество, собственно, этих самых визитов, даже в тех странах, где система создана, не является однородным и одинаковым. И зачастую у патронажных сестер далеко не всегда есть знания, навыки, которые необходимы. Именно по этим направлениям мы планируем работать активнее для того, чтобы действительно использовать максимально весь потенциал, который имеется в системе надобных визитов, для того, поскольку это дает нам возможность действительно увидеть ребенка в его рабочей среде. Опять же, очень важно также все это внедрить в систему надлежащего перенаправления, то есть мы не можем говорить о том, что система подобного визита может быть подействием источником изменения сама по себе. Важно вписать ее в более широкий контекст. И полгода назад мы опубликовали карманное руководство по уходу, где содержатся руководящие принципы для школьных медсестер, для семейных врачей и для местных педиатров для того, чтобы создать систему перенаправления. И, конечно, это действительно является темой наших будущих мероприятий. Я действительно являюсь руководителем и вижу новые возможности, которые мы все здесь имеем по улучшению качества надобного визита, поскольку если оно не оказывает услуги должного качества, то система надобных визитов просто не будет должным образом восприниматься сообществом. Именно поэтому мы и планируем наращивать усилия по этому направлению. И я полагаю на вас в том, чтобы вы предоставляли нам для этого примеры из ваших стран. На этом я остановлюсь, поскольку хочу, чтобы мы перешли, собственно, к содержанию вебинара. Спасибо большое, что пригласили меня. Спасибо большое, Мартин. Действительно, последний тезис, который вы подчеркнули относительно качества, да, без должного качества, просто представление доступа к услугам, по сути, не имеет смысла, а качество невозможно видеться без расширения возможностей самих работников. И, наконец, в рамках вступительного слова я рада предоставить возможность высказаться Евелине Борисовой, которая является региональным контактом по развитию детей раннего возраста, офис университет по Европе и Центральной Азии. И она также является нашим давним партнером, нашим партнером МИСИ. Спасибо большое, Лена. Добрый день, уважаемые участники. Спасибо большое, что в пятницу подключились. Очень впечатляет такое большое количество людей. И я действительно имею возможность и для меня большая честь представить инициативу, в рамках которой мы, собственно, и собрались сегодня, обсуждая, собственно, тему, которая уже была обозначена. Поэтому хочу широкими масками обозначить ту инициативу, для лица, которая объединилась с три ключевых партнеров. Вы уже слышали оригинальный офис по Европе и Центральной Азии ЮНИСЕФ, Европейское Срединальное бюро ВОЗ, с которыми мы очень рады работать по этой теме. Итак, в чем же является цель инициативы? Вы видите, очень четко прописано, и мы по ходу обсуждения сделаем это еще более четче, что инициатива направлена на то, чтобы унесли свой вклад в построение, ориентированных на развитие систем здравоохранения, а также политики и практики во странах Европы и Центральной Азии, для того, чтобы укрепить систему комплексного развития детей. Никто не сомневается в том, что это важная тема, но почему именно сейчас? С нашей точки зрения, и я полагаю, что этот скат разделяет все наши партнеры, которые участвуют в этой инициативе, у работников системы здравоохранения множество точек соприкосновения с родителями новорожденных детей во первые и самые важные годы жизни. И мы полагаем, что эта уникальная важность предлагает нам возможность использовать ее максимально эффективно для обеспечения благополучного развития и процветания детей на всех последующих этапах. Мы очень рады, что к нам подключились технические консультанты, и мы благодарим их за работу с нами на протяжении последнего года, для того, чтобы в итоге сформулировать эту и запустить инициативу. Можно перейти к следующему слайду. Когда мы говорим об этой инициативе и о том, чего мы стремимся достичь, очень четко видно, что ключевые элементы системы здравоохранения это то, на что мы обращаем наше внимание в плане повышения их качества и их наращивания их потенциалов, то есть интеграция систем ранее вмешательства. Сегодня мы будем говорить о патронажных надумных визитах, мы также будем говорить о мониторинге систем поддержки развития, а также будем говорить о поддержке детей и семей, которым нужна помощь в плане инвалидности и особых потребностей. Это очень обидцово, очень важная цель. И буквально можно перейти к следующему слайду. Пару минут уделю тому, на какую аудиторию мы вообще рассчитываем нашу организацию. Перейдем к следующему слайду. Во-первых, мы стремимся работать с теми, кто принимает решения, то есть кто отвечает за принятие политических и стратегических решений. И мы надеемся, что эта инициатива будет актуальна и для вас. Конечно, мы будем работать с региональными партнерами, профессиональными ассоциациями на местном региональном уровне, но также с работниками системы здравоохранения и с работниками системы раннего развития. Мы приложим все усилия для того, чтобы учитывать ваши комментарии, вашу обратную связь, для того, чтобы привнести передовой опыт, знания, ресурсы и сделать их доступными для вас всех, чтобы мы действительно добились изменения парадигмы системы здравоохранения. Этот процесс уже запущен. Надеемся, что эта инициатива и эти знания, по сути, создадут сообщество постоянного обучения, поскольку это никогда не заканчивающаяся работа. И несмотря на уже достигнутый прогресс, мы все все равно постоянно учимся тому, как это можно все делать лучше, более системно, и каким образом можно вывести качество оказания услуг в этой системе на новый уровень. Поэтому я с нетерпением жду возможности участия в различных вебинарах, а также предложить возможность вам пользоваться блогами, электронными образовательными ресурсами и так далее. На этом я передаю слово Ляне, которая расскажет вам о том, как даже и каким образом мы, собственно, запустим наш образовательный узел, наш образовательный хаб и как можно будет получить к ним доступ. Спасибо большое, Аверида, за этот четкий обзор и упоминание того, насколько мы действительно все воодушевлены возможностью начать реализацию этой инициативы и насколько мы рады тому, какое большое количество людей к нам подключилось, поскольку мы планируем именно с вашим участием сделать это сообщество обучения жизнеспособным, активным и постоянно развивающимся. Сейчас мы рады перейти к содержательной части нашего мероприятия и передаю слово Зорице именно для этого. Спасибо, Лиана. Спасибо также за всем в первой группе вступительных обращений. Действительно, очень отрадно все это слышать. Я очень горжусь тем, что я являюсь частью этой инициативы. Позвольте, я быстро и очень кратко проговорю нашу программу, которая сегодня предлагается. У нас были вступительные слова. Затем мы, собственно, вернем к тематическим презентациям. У нас множество уможаемых выступающих запланировано, и мы планируем, что в рамках этих презентаций мы постараемся использовать нестандартный подход к мышлению об известных нам вопросах. Затем заслушаем истории из регионов, а также заслушаем истории получателей нашей помощи, а также о том, что сейчас делается в регионе. И надеемся, что после этого панель, под которой будет посвящена стратегиям и практике, задаст контекст нашей дальнейшей работе. Давайте я сейчас покажу вам наших ключевых выступающих. Наша главная выступающая госпожа Элисон Мортон, сотрудник и исполнительный директор института надумных визитов. Мы поговорим с доктором Гудель Мамадовой из Азербайджана, а также с доктором Салик Хаджаевой, который представляет Минздрав Узбекистана. Александр Тьёвич из ЮНИСЕФ расскажет нам о том, что мы делали до сих пор, и что мы планируем расширить в регионе, о том, как ведется патронажная работа в Сербии. Обо всем этом она нам расскажет, а также о инновационных подходах к организации этой работы. И Кристина Легович расскажет нам о практике на национальном уровне. Переходим к Элисон. Как я сказал, Элисон является исполнительным директором и сотрудником института надумных визитов в системе здравоохранения в Великобритании. И в рамках этой организации накоплен существенный опыт. И мы очень благодарны им за поддержку. Они являются авторами множества исследований и публикаций, а также вносили свой вклад в выработку единообразной терминологии, потому что эти системы называются по-разному в разных странах. И мы можем в равной степени свободно использовать и патронажные визиты, и надумные визиты. Еще раз подчеркиваю место этого института в разработке рамочных условий и общего понимания. И мы надеемся, что в своем выступлении мы услышим, каким образом максимально использовать весь потенциал, который содержит в себе систему надумных визитов для максимального реализации потенциала каждого ребенка. Добро пожаловать, Элисон. Спасибо большое, что подключились к нам. И мы предлагаем вам слово. Спасибо большое. Спасибо. Да, мы вас слышим. Для меня большая честь подключиться сегодня в рамках этого обсуждения. Здорово, что мы видим целое глобальное сообщество людей, которые объединены общей целью, на которые готовы и заинтересованы в том, чтобы действительно максимально использовать потенциал, который представляет собой система надумных визитов. И я очень рада тому, что у меня была разнообразная карьера. И я, по сути, всю свою работу посвятила надумным визитам, но в разных организациях и в разных должностях, и в разных ролях. Сегодня мы говорим о том, каким образом максимально развивается потенциал систем надумных визитов. То есть важно обсудить, какие есть проблемы, почему важно с ними работать, и каким образом система надумных визитов предлагает решение. По ходу своей карьеры я работала с тысячами семей, и я от них узнала столько всего многого. Также я сама, мать троих, и у меня третий ребенок родился с церебральным болельничом преждевременно, поэтому мы должны понимать, что такие вещи случаются в жизни. Очень важно сказать, что у всех детей есть определенные желания и мечты, но мы знаем, что у некоторых детей намного меньше возможностей для достижения этих и реализации этих мечт. Это все может передаваться с поколения в поколение, если на эти вопросы не обратить должное внимание с самого начала. Также все родители, с которыми мы работали, всегда хотят своим детям всего самого лучшего, но мы знаем, что быть родителем непросто. Есть сотни причин, по которым что-то может пойти не так, как мы бы того хотели. Могут родиться дети преждевременно, либо у вас могут быть проблемы психического здоровья, либо какие-то могут быть другие сложности, например, насилие в семье, злоботравление психоактивными веществами, и все это влияет на результат развития детей. Но неравенство – это не что-то, что считается неизбежностью. И об этом тоже важно помнить. Если мы хотим что-то изменить, нам нужно, конечно же, не отворачиваться от сложностей, но также понимать, что, возможно, в каждых странах будут различными, и сложности в странах будут различными. Но на фундаментальном уровне есть ключевые вещи, которые являются общими для нас всех. В этом слайде я собрала сложности, с которыми все столкуются. То есть нарастание, разрывы неравенства и недлежащее состояние здоровья и благополучие многих детей. И даже в любом состоянии пандемии это все только усугубило. Есть так называемые невидимые дети, дети с невыявленными потребностями. И мы знаем, что стоимость нашей неспособности обеспечить должное вмешательство является колоссальной. Но сейчас у нас, у нашего поколения, как никогда много возможностей для того, чтобы инвестировать в раннее детство. Мы знаем, что это разумные инвестиции. Мы знаем, что неравенство – это не что-то неизбежное. И работники, которые обеспечивают посещение на дому. Это высококачественная рабочая сила, у которой есть все возможности для того, чтобы обеспечить достижение всех правительственных и государственных приоритетов в части здоровья и благополучия. Что такое универсальная программа надобного посещения? Она направлена на поддержку здоровья и отечения беременности, улучшение результатов развития в раннем возрасте, обеспечение готовности к школе и для снижения уровня неравенства среди детей раннего возраста. Это всеобщая программа предупреждения и раннего вмешательства, которая оказывает услуги для всех семей в возрасте до 5 лет. И в рамках этой системы нет стигмы. Это универсальная система. То есть, каждый получает себе сестру или специалиста система здравоохранения, которая обеспечивает надобное посещение. Все строится на сильных сторонах, и использование сильных сторон, и возможности, которые имеет каждая семья, является ключевой характеристикой этой системы. И все это строится на трех ключевых практиках. Надобные визиты, оценка потребностей в системе здравоохранения и предложение интегрированных подходов и решений. И какие же сотрудники нам нужны для осуществления этой крайне важной работы? Конечно, все зависит от страны, и эти потребности варьируются, как уже сказал, зорятся, но нам нужны практики, у которых и есть навыки для работы в партнерстве с семьей, для решения задач, приятных задач здоровья и благополучия детей, физического, психического здоровья, развития. Так что у нас довольно широкий спектр. В Великобритании эту роль выполняют так называемые надобные визитеры. У нас есть отдельное исследование, и сейчас профессиональные стандарты урегулированы уже национальными советами по здоровью. Каким образом оказывается, услуги, конечно, зависят от страны к стране, но выглядит все, в общем-то, вот таким образом. То есть есть ключевые элементы, которые перечислены на слайде, то есть нужна национальная система, которая, по сути, является основой этой системы. Мы в 2019 году обоговорили о уговорящих принципах данному посещению. Многие специалисты работают по формате индивидуальных контактов, где-то их пять, где-то в Шерст-Ландии их, например, 11, и семьи, у которых выявлены определенные потребности, получают поддержку в зависимости от выявленных потребностей. И семья с ребенком, по сути, остаются в центре всех наших усилий, их благополучие является ключевой задачей. То есть между сотрудником и семьей выстраиваются недружеские профессиональные отношения, строенные на доверии. Опять же, важно, чтобы работа была сконцентрирована на тех областях работы, где у нас есть доказательные, сведения, указывающие на максимальную эффективность мероприятий. Я не буду все это зачитывать, на слайде все перечислено. Мы все знаем, что это все действительно может возникнуть непосредственное влияние на качество развития. Рассматривая механизмы изменения, важно понимать, где и в каком месте мы можем добиться достижения результатов. В сложном мире, в котором мы живем, это только не всегда очевидно. И мы работаем со сложными системами. Никто из нас, по сути, не является похожим друг на друга. Именно поэтому это касается и семей, и детей, и распределения расходов на систему здравоохранения. Мы знаем, что простые решения, то есть, например, просто говорить о том, что нужно вести здоровый образ жизни, больше не работает. И поэтому в левой части, в левой части я привела конкретный пример того, что, например, ожирение связано с затратами национальной системы здравоохранения на недоспособность, которая составляет 6,5 миллиардов в год. Именно поэтому наши решения должны принимать во внимание именно модели, в центре которой находится ребенок. И при этом есть определенные ресурсы и возможности у семьи, у родителей и у более широкого сообщества для оказания позитивного влияния на развитие ребенка. И вот сейчас на слайде как раз и перечислены эти области, в которых возможно достижение наибольшего влияния. Также важно использовать пропорционально универсальный подход. Вот мы видим, что просто исключительно ориентация на наименее благополучные семьи никаким образом не снижает достаточным образом неравенство в части здоровья. Это действительно может стигматизировать тех, кто сталкивается с отсутствием возможности, но при этом мы же спешим добиваться результатов для всех максимально революционным образом. именно поэтому мы и говорим о рассмотрении абсолютно всего множества различных факторов, которые связывают нас с детьми, с которыми мы вступаем в контакт. Если мы сконцентрируемся на вот этой категории наиболее затронутых детей, то мы, возможно, действительно окажем максимальную поддержку им, но при этом при раннем выявлении потребностей и при целевой поддержке нам важно иметь возможность охватывать универсально, максимально университетным образом абсолютно все категории. Как же это все сработает? Дело в том, что посещение – это не просто раннее вмешательство, это предполагает наше мышление по всему спектру различных этапов, то есть предупреждение раннее выявления взаимодействия со семьями, привлечение их на нашу сторону, удержание их в нашей системе, поскольку это все элементы важные для предупредения возникновения проблем и ускупления проблем в случае их наличия, поскольку, как мы знаем, на детей максимально и многократно влияет все, что с ними происходит на раннем возрасте. Опять же, у нас есть заказательные сведения, которые указывают о наличии множества барьеров для идентификации и раннего выявления. У семьи могут быть собственные проблемы, они даже могут не знать, с какой стороны подойти к какому вопросу, они могут чувствовать стигматизацию или... Они могут не обращаться за помощью, потому что просто не знают, что оно доступно. Может быть, они даже не признаются в факт наличия проблемы, потому что им нужно... Важно, чтобы на их сторону вставали работники системы надобного посещения, выстраивая с ними доверительные отношения, разговаривая с ними о том, что для них действительно важно, обсуждая обстоятельства и условия, которые влияют на развитие детей, то есть обсуждая абсолютно все переменные факторы, а также обсуждая различные шаги, которые необходимы для достижения интересующих результатов. Опять же, мы знаем, что те семьи, которым помощь нужна наиболее остро, это те семьи, которые, возможно, с наименьшей вероятностью за этой помощью обращаются. Поэтому необходимо выстраивать службы, которые учитывают этот фактор, а также оказывать те услуги, которые ориентированы на максимальный охват, поскольку создание и поддержание и сохранение отношений – это важнейший фактор преемственности и непрерывности нашей работы. Мы знаем, что экономика этой всей системы – это сложная тема, но не невозможная тема, поэтому мы исходим из того, что предупреждение всегда лучше, чем лечение и терапия. Опять же, это снижает нагрузку на другие участки системы здравоохранения. И сейчас, и в долгосрочной перспективе. Поэтому в рамках этого слайда я привел два примера того, что по всему миру есть несколько различных систем оценки. Например, интенсивные универсальные системы посещения, публикация из Великобритании 16-го года оценка эффективности нашей системы, которая указывает на существенное статистически значимое улучшение и снижение нагрузки на другие элементы системы здравоохранения за счет внедрения действенной системы. В Шотландии внедрили несколько иной подход, и отдельные исследования указывают на их способность достигать в плане охвата наиболее уязвимых и наиболее удаленных социальных и экономических групп, а также родители указывают на позитивные результаты взаимодействия с этой системой. Хочу резюмировать словами о том, что нам необходимо использовать доказательные данные для подкрепления наших усилий по достижению изменений. У нас есть система, которая использует имеющийся потенциал и профессиональное знание квалифицированных работников при последующем и последнем наращивании их потенциала, и также необходимо устойчивое финансирование. То есть нам необходимо отойти от той системы, в которой мы рассматриваем это все как расходы, и рассматривать это все как, вероятно, самую разумную инвестицию. Оставляю вам прекрасное изображение на моем последнем слайде. То есть у нас дети смотрят на горизонт, и нам всем важно задумываться, какого рода будущего мы планируем и хотим для наших детей. И принцесса Уэльская активно занимается этой работой, и я привела ее цитаты. Она сказала, что очень смело верить в результат в мире, где этих результатов можно не увидеть в течение одного поколения или более. Но при этом у нас есть люди, в том числе люди в аудитории, которые могут привести все эти желания и устремления к практической реализации. Да, спасибо большое. Спасибо, вы дали нам существенную пищу для размышлений. И действительно, глядя на вашу презентацию, меня заинтересовала больше всего вот эта часть с изображением, где мы все работаем, в общем-то, сами по себе. концентрируясь на собственном идее о том, каким образом мы можем и должны решать проблемы. Поэтому спасибо большое за это. Я сейчас попрошу свою коллегу Веру Рангелову из ЮНИСЕФ о том, есть ли у нас какие-нибудь вопросы, которые были направлены в Zoom. Да, я хочу призвать участников пользоваться функцией вопроса и ответы. У нас уже там есть один вопрос. Есть ли какой-то опыт из группового ухода именно на саритации на беременность в последующие роды с учетом вашей... То есть, групповая работа с семьями вместо идеального консультирования, да? Об этом вопрос. Видимо, да. Может быть, тот, кто у нас задал вопрос, это Флеминг, о чем именно речь? Нет, нельзя, потому что у нас участники, он не имеет возможности сказаться. Хорошо. Отвечаю, попробуем широко ответить на вопрос. Хорошо. Так, с ориентацией на беременность и на возможности родителей. Я не уверен, что я знаю эту методологию, но в общих чертах, если мы хотим улучшить возможности для раннего развития, то нам важно начать работать еще до зачатия, а также продолжать эту работу при наступлении беременности, по ходу беременности и в течение первых тысяч наиболее важных дней жизни ребенка. У нас есть, конечно, преимущества, связанные с работой и индивидуально, и в групповом формате. Я работаю с женщинами, у которых есть определенные проблемы, и мы создаем группу, которая называется «Знаем друг друга». Это помогает семьям понять лучше друг друга, самих себя и ребенка. Потом важно, конечно, понятие настроиться на ребенка, а также мы создаем систему поддержки, чтобы люди понимали, что они единственные, кто сталкивается с теми или иными сложностями, и это может быть существенным источником подпитки и поддержки. И это помогает женщинам по завершении групповой работы создавать собственные группы самоподдержки, и, собственно, в рамках надумного визита мы и хотим объяснять, что есть возможность связываться с другими людьми для того, чтобы делиться или предоставлять свои знания и свои навыки для того, чтобы наращивать потенциал всего сообщества. Спасибо, Элисон. Да, действительно, именно для этого мы и работаем. Для организации ухода, слежения и поддержки еще до зачатия, до родов и в течение родов, а не ориентироваться только на какие-то потребности, которые, как снег, на голову сваливаются сразу после родов. То есть, до начала проблем, до начала в моей работе с семьями, я выяснил, что при работе по ходу беременности важно понимать, что они все мечтают о том, как все будет выглядеть, все будет прекрасно, все будет замечательно. Я помню, что я, когда была молодой матерью сама, мы разговаривали о том, каким родителям кто хочет быть, и все хотят быть прекрасными родителями, а после того, как рождаются дети, возникают сложности. Это еще и точка роста, потому что можно всегда сказать, что то, что произошло, и каким образом можно привлечь вас на нашу сторону при возникновении каких-то проблем. И родители мне действительно говорили самые разные вещи, которые не обязательно связаны с рождением ребенка или с наступлением каких-то сложностей после этого события. А, мы можем так много вещей, чтобы обвести. Огромное количество тем, которые нам нужно еще осветить за оставшееся время, поэтому сейчас перейдем к региональному опыту. хочу рассказать о том, что Экара проводила существенную важную работу в регионе. Сейчас мы увидим, посмотрим короткое видео, где мы услышим мнение тех, кто оказывает эти услуги. А после видео мы попросим Александру Йович специалист в процедине раннего возраста из ЮНИСЕФ рассказать нам о прошлом, нынешнем и будущем работе в регионе. Давайте посмотрим видео. Надобные визиты это вообще важнейшая партнерская услуга для врачей и для семей, поскольку таким образом обеспечивается охват наиболее удаленных и наиболее далекий ход системы семей и детей. Это позволяет защитить и предупредить насилие, халатное вращение, и мы как терапевты, врачи, педиатры для лего не всегда можем достичь этого своими усилиями. Также это очень важная часть программы для раннего выявления и раннего вмешательства в случае детей с инвалидностью. В то же время это очень важная работа для развития детей в целом, а также для образования и повышения соземлемленности молодых родителей о том, каким образом стимулировать развитие их ребенка. В большинстве случаев надобные визиты также помогают семьям и детям пользоваться всеми правами на социальную поддержку, на образование и на другие услуги. В Северной Македонии в последние годы попытались интегрировать систему надобного посещения в другие услуги системы здравоохранения для того, чтобы ребенок был в центре. Для нашей семьи возможность использовать пользоваться системой надобного визита это вообще единственная возможность регулярно получить какую-то поддержку в плане ухода за ребенком. Таким образом, посещения, которые были нам предложены, привносят минимальные изменения в наш общий распорядок жизни, но при этом реорганизуют обычные подходы, которые позволяют нам реагировать активнее на потребности ребенка. Мне также было важно, что в этом случае у тех, кто приходит к нам домой, есть возможность, как мы вообще обычно функционируем и указать на какие-то моменты, в которых можно что-то изменить или добиться каких-то улучшений. Опять же, указывать на то, каким образом мы заботимся о ребенке, справляемся с этой сложной задачей, подчеркивая наши сильные стороны и возможности а также указывая на ту систему поддержки, которая вообще на самом деле существует и должна быть нам доступна для реагирования на наши потребности. Будучи подразнужденной сестрой, для меня большая честь приходить в дома и помогать людям добиваться изменений. Они с нами делали нам важное, становимся друзьями и получаем доступ к информации, которую иначе получить невозможно. При этом это связано с колоссальной ответственностью, поскольку мы сталкиваемся с самыми разными семьями и мы можем наращивать свой профессиональный опыт таким образом. Мы помогаем укреплять сообщество. Это означает не только качество жизни, но и открытие новых возможностей. Для нас это означает необходимость и потребность в постоянном обучении, более активный мониторинг и контроль, надзор за нашей работой, за функционированием семей и приложением дополнительной поддержки, таких, как, такой, который связан, например, с экономической финансовой поддержкой с местными социальными гарантиями. И посредством надумных визитов подготовленные, ориентированные на потребности семьи специалисты могут повысить компетентность родителей в части ухода за детьми. Для качественного патронажа и надумного визита необходимо инвестировать в рабочих, в специалистов, в их профессиональный потенциал и в улучшении их рабочих условий, которые позволят им поддерживать семьи в уходе за детьми. Интересно услышать, что думают и говорят об этой системе и работники системы здравоохранения и представители семей. А сейчас я предлагаю Александру рассказать нам о прошлом настоящем и будущем домашних визитах в регионе Европы и Центральной Азии. Спасибо большое за дозрительство. Я понимаю, что будет очень сложно в 8 минут уложиться, но я постараюсь и каждый раз, когда я слышу, как что-то говорят собственно те, кто осуществляет надумные визиты, я всегда думаю о том, что они просто супергерои с учетом того, какое количество обязанностей и ответственности у них есть. Итак, давайте поговорим о том, как мы пришли к нынешней ситуации. Вы слышали, в Европе и Центральной Азии существует множество разных социальных факторов, которые привели к решению разработать общую платформу, которую мы сегодня обсуждаем. И практически универсальный охват системами первичной Америки и центральной помощи в странах Европы и Центральной Азии является уникальной позицией в регионе, которая позволяет нам использовать ее возможность для поддержки детей и родителей. В то же время в большинстве стран Европы и Центральной Азии система каким-то образом создана, но с ограниченным спектром услуг и которая преимущественно ориентирована на физическое здоровье. При этом мы принимаем необходимость расширять и усиливать систему надуманного посещения для включения вопросов развития детей. мы стали поддерживать надуманные визиты более 10 лет назад. Первые исследования и оценочные работы стали основой для последующих реформ и актуализации пакета услуг, которые предлагаются в рамках надумных визитов в рамках нашей программы. Универсальная прогрессивная система надумного посещения, которая была реализована в более чем 17 странах. Мы в 2020 году с формулированием консенсуса в Анкаре на региональной конференции, когда была создана техническая консультативная группа, которая сыграла ключевую роль в разработке множества ключевых ресурсов и систем, которые в наших странах позволяют нам усиливать систему надумного посещения. Эта работа включает в работе региональных рекомендаций, которые, по сути, являются источником руководства и руководящих принципов для организации и содержания надумных визитов, а также рекомендации по прагматическим шагам, которые могут предпринять определенные страны. Также это предполагает обеспечение обучения, создание целого пакета тренингов из 23 модулей, не только для обучения тех, кто осуществляет надумные визиты, но и вообще разработчиков системы здравоохранения. И, наконец, в 2019 году мы стремились понять, что можно извлечь планеру для того, чтобы развивать систему более универсальным образом. На будущее мы провели оценку четырех лет внедрения этих систем в различных странах. В результатах оценки было установлено что действительно та система, которая инкорпорировала вопросы развития детей раннего возраста в систему здравоохранения имела возможность повлиять на широкий спектр различных рисков и защитных факторов, а также полноценная синхронизация этих усилий с региональными, национальными, глобальными стратегическими направлениями действительно позволила сфокусироваться на комплексных приоритетах в части развития. В то же время в рамках оценки было выявлено или подтверждено большое количество узких мест и это включает отсутствие функционирования системы мониторинга и оценки, недостаток обучения, а также недостаток личного эффективного мы также видим постоянную текучку кадров и нехватку квалифицированного персонала в качестве основных сдерживающих факторов для более масштабного развития системы. Также для большинства участников имеющиеся системы не являются универсально доступными и также мы задумывались о необходимости адаптации наших учебных модулей для потребностей для реалий отдельных взяток стран. Все эти узкие места заставили задуматься о том, что же мы можем делать больше, лучше и эффективнее. И создание системы и платформы для раннего развития является результатом этого процесса, поскольку мы полагаем, что эта платформа будет служить цели поддержки и отстаивания интересов всех заинтересованных сторон, в том числе семей и детей, объединяя усилия трех секторов. Мы также создали цифровую платформу по обучению по теме раннего обеспечительства и развитие детей раннего возраста, которые являются бесплатной и где сейчас в цифровом виде есть все учебные материалы. Эта система существует для того, чтобы те, кто занимается надумными визитами имели возможность актуализировать свои знания или расширить свое понимание. Также мы работаем над дополнительными техническими моментами для усиления системы вониторинга и оценки для того, чтобы адекватно отражать преимущества надобных визитов и результаты для семей и детей. И, наконец, что касается финансирования, мы разработали инструменты оценки затрат и сдержек для того, чтобы было проще анализировать ситуацию и нахождение тех мест, где можно было что-то улучшить. Это все повлияло существенно, на все это существенно повлиял обмен информацией между странами. Надеюсь, что та платформа, которую мы вам предлагаем, действительно усилить наши возможности выступать в количестве сообщества практикующих специалистов и обучающихся специалистов. Спасибо большое, Зорица, вам слово. Спасибо, Алекс. Очевидно, что много сложностей, но при этом есть и многое, чем мы можем гордиться. Действительно, передовые подходы должны поддерживаться передовыми стратегиями, то есть мы зависим от политической воли и понимаем, что политическая воля является чуть ли не ключевым фактором. И сегодня у нас есть два представителя правительственных организаций из Азербайджана и из Узбекистана доктор Генель Мамадова и доктор Саликадаева. Мы приветствуем вас, уважаемые участники. Приветствуем вас обеих и спасибо за то, что присоединились в ваши страны, обеспечили очень впечатляющие, потрясающие инвестиции в эти системы, поэтому мы сегодня хотели бы поучиться у вас и надеемся, что ваш опыт послужит источником вдохновения для других коллег в том, каким образом система надувного посещения может занять центральное место в стратегическом планировании и реализации. Начну с доктора Мамадовой. Доктора Мамадова. Здравствуйте, Зорика. Вы очень опытный специалист. Приветствую всех участников. Благодарю вас за то, что предоставили нам участие в данном проекте, а также предоставили нам участие. Мы очень рады, что вы с нами. Очень. Спасибо большое. Потому что у нас на то есть и личные причины. Мы много работали в вашей стране. И потом хочу подчеркнуть, что в вашей стране вы действительно добились существенного, потрясающего прогресса. Я сейчас попрошу коллегу вывести презентацию, вашу презентацию, презентацию с вашими достижениями. Вы действительно универсальную прогрессивную систему надобных визитов в качестве пилотного проекта в 2019 году запустили в пилотной реализации для детей в возрасте до 3 лет. Вы также охватили огромное количество детей, практически 20 тысяч детей. Да. И даже больше 2 тысяч беременных женщин в рамках этих усилий. И вы адаптировали и интегрировали те модели, которые упоминала Алекс, которые были разработаны в сотрудничестве с ИСА и ЮНИСЕФ. Вы действительно инкорпорировали их в обучение посещающих медсестер и педиатров. Министерство здравоохранения и государственное агентство обязательного медицинского страхования и ТАБИП разработали совместный план поэтапного внедрения этой системы на уровне страны. От вас мы бы хотели услышать, в чем заключается мотивация правительства и задействованных государственных органов и учреждений к тому, чтобы инвестировать в эту систему. А также, какие у вас планы по дальнейшему масштабированию этой системы? Как вы правильно подчеркнули, за короткое время, то есть в 2019 году мы впервые внедрили этот проект в наших четырех регионах. Это были пилотные регионы, такие города как Генджа и Ширван, а также районы Абджибеды и Абширон. Значит, сначала мы ввели, была подготовка 23 старших тренеров, были созданы 6 модульных учебных модулей на 100 часов обучения. Как вы точно сказали, у нас охвачено около 10 993 семьи в этих регионах, а также обследовано около 19 575 детей в возрасте до 3 лет и более 2255 беременных женщин. Основным мотивом для того, чтобы внести в нашей стране эту программу, был результат, который получен в результате проведения данной внедрения этой программы в 4-х пилотных регионах. То есть, благодаря введению этой программы в этих регионах повысился уровень удовлетворенности населения услугами здравоохранения. Затем было повышено количество вакцинированных детей, то есть, повысился фактор иммунизации на данной территории. многие будущие мамы, а также молодые мамы, они перешли на грудное скармливание, так как были донесены до них правильные образовательные материалы. Кроме этого, в результате введения данной практики мы обнаружили, что вовремя обнаружены заболевания у детей, а также вовремя обнаружены инвалидности у детей, вернее, заболевания, которые ведут к инвалидности детей в будущем, они вовремя обращались на лечение в стационар и предупреждали дальнейшую инвалидность таких детей. То есть, вы понимаете, что в данном случае нагрузка на бюджет страны в этом случае уменьшается, то есть, это тоже также являлось, как говорится, ключевым решением для того, чтобы принять решение вместе с Министерством Здравоохранения, Государственным Агентством по обязательному медицинскому страхованию, а также ТАБИП, для поэтапного введения данного проекта, то есть, данной модели патронажных услуг на введение по всей территории в Азербайджан. Принято решение до конца 2023 года обхватить всю территорию Азербайджана. Для этого у нас тоже на азербайджанском языке создали для развития детей раннем возрасте имеется веб-портал, на котором размещены 10 учебных модулей. Все медсестры имеют право подключиться к этим модулям, пройти эти модули, получить сертификат о том, что они прошли это образование, а также родители получают нужную, необходимую информацию. Родителям же о существовании данного портала как раз-таки сообщается во время патронажных посещений на дому. Кроме этого, за счет продвижения этого проекта у нас появилась возможность у врачей для того, чтобы они лучше знали своих больных, лучше знали условия их жизни. Вы знаете, что в проект были также включены социальные работники, и то есть вовремя обнаруженные социальные проблемы в семье, обращаясь к социальным работникам, способствовали своему решению. И в результате, как говорится, разрешалась проблема семьи. Как вы знаете, то, что благополучие от благополучия родителей, а также от правильного подхода родителей к воспитанию детей, зависит, это более эффективно и действенно обеспечивает будущее развития ребенка. Зорица. Спасибо большое. Спасибо было. Очень интересно. И вообще действительно служит источником вдохновения. То есть, по сути, это маленькое зернышко, которое вы посадили, которое на ваших глазах стало расти. И это очень здорово. Спасибо, что подчеркнули. В настоящий момент, я очень извиняюсь, что вас перебиваю, я хочу сообщить о том, что в настоящий момент эти модули введены в учебную программу наших колледжей, медицинских колледжей. И за счет колледжей, то есть, нынешние поколения, которые в настоящий момент обучаются в колледжах, будут иметь представление о новой модели. И, закончив колледжи, они могут приступать к работе по новой модели. Это очень здорово. Это очень важно, чтобы действительно в эту работу были вовлечены не только собственные медсестры, но и педиатры. Я проводил тренинги в Азербайджане, и я действительно горда тем, что у меня есть такой опыт. Благодарю. У вас есть вопрос. Госпожа Мамадова, у нас есть, кажется, вопрос к вам. Сейчас мы посмотрим. Я тоже хочу сказать, что то, что вы сказали о том, что вы опрашивали людей, опрашивали семьи, это тоже очень важно. То есть, с одной стороны, у вас были данные статистика, а с другой стороны, у вас были реальные слова получателей этой самой помощи. Да, мы проводили мониторинг во всех четырех регионах. Значит, при мониторинге участвовали Министерство здравоохранения, а также участвовали со стороны государственного страхования. И на основе этих мониторингов было выявлено эти данные, в результате чего принято решение повсеместного распространения данного проекта по всему Азербайджану. Спасибо. Вера, прошу прощения, что у нас там с вопросами? Есть ли вопрос, госпожа Мамадови? Да, есть один вопрос в чате. Вы также представили новую модель педиатрам. По вашему мнению, почему важно обучать и педиатров, а не только патронажных медсестер? То есть, чтобы новая модель была доступна, чтобы они знали об этой новой модели наряду с медсестрами? Как вы знаете, они совместно работают, и, естественно, о возникших проблемах в семье обязательно сообщается участковому педиатру, то есть, чтобы педиатры имели представление о той работе, которую выполняется со стороны медсестер, они обязательно должны пройти эту программу, и так как и педиатры, и медсестры обязательно должны совместно работать с социальными службами, они в результате и без знания новой модели, без знания новых учебных материалов педиатры не смогут составить полностью и правильно данную работу. Все-таки медсестры выполняют свою работу, но, как мы знаем, в конце концов, при возникновении больших проблем окончательным решающим звеном являются педиатры. Спасибо большое, что присоединились и поделились своим замечательным опытом и информацией о вашей работе в рамках нашего вебинара. Спасибо большое. Мы все материалы разместим, как мы уже говорили, на сайте, то есть все будет доступно. Переходим к Узбекистану, приветствуем вас. Я надеюсь, что я госпожа Сальхадаева, надеюсь, что я читаю ваше имя. Вы представитель Министерства здравоохранения. Добрый день, уважаемые коллеги. Мне очень приятно, что вы пригласили на этот конферен, на этот веб-семинар. Мне очень отрадно слышат наших коллег, как они сделали такую большую работу в своих странах. И я хочу поделиться тоже по внедрению университетной правоохранения модели в Узбекистане. Как вам уже известно, в Узбекистане не только система здравоохранения, и в других сферах тоже идет большая реформа системы, в том числе и у нас по охране материнства и детства. Прежде чем внедрить университетную правительственную модель или адаптировать для наших стран, мы в первую очередь приняли постановление нашего правительства о внедрении в Республике Узбекистан университетной правительственной модели. И на основании этого постановления по нормативному документу правительства была создана рабочая группа по созданию, по адаптированию этой программы из числа педиатров, из числа врачей общей практики, из числа медицинских сестер. И данная программа была разработана, утверждена Министерством здравоохранения, и на основании учебной программы была разработана программа обучения патронажных медсестер. В первую очередь мы начали готовить трениров наших медицинских сестер из числа старших главных медсестер и преподавателей до дипломной и после дипломной подготовки. И надо сказать, можно сказать, на сегодняшний день мы подготовили 50 тысяч патронажных медицинских сестер по внедрению УПМ в наших странах, именно в первичной здравоохранении. И также учебная программа была разработана до дипломной подготовки и после дипломной подготовки. Каскадным методом мы начали обучать наших трениров, которые будут на местах их обучать. Мы сейчас вот слышали Азербайджан, что у них определенно были взяты в виде эксперимента какие-то регионы. Мы не стали брать свои регионы, мы начали во всех наших странах и во всех регионах. Взяли полностью республику Избекистан и стали обучать в каждом регионе патронажных медсестер, в том числе и преподавателей медицинских колледжей и высших образований, где преподается сестранское дело и до диплома и после диплома подготовки. Каскадным медицинским начали обучать тренеров, и тренера стали обучать на местах своих патронажных медсестер, сами с преподавателями и вместе. И мы разработали, полностью пересмотрели нормативную правую базу Министерства здравоохранения по работе патронажных медсестер. Это работа организации работы первичной звена здравоохранения, это организация работы функциональной обязанности, должностные инструкции, навыки и медицинских сестер, которые работают в первичном звене здравоохранения. Конечно, у нас были трудности, когда мы пересмотрели программу и функциональные обязанности медицинских сестер, требовало также пересмотреть функциональные обязанности и должностные инструкции врачей общей практики и также врачи-педиатры. В настоящее время у нас пересмотрена учебная программа, пересмотрены должностные обязанности, функциональные обязанности, навыки, также медсестер, кто работает в первичном зене здравоохранения, и также кто работает врачами общей практики в первичном зене здравоохранения, и также и педиатров. Да, и самое главное, мы взяли другую программу, разработали параллельно, по кураторству. Стали внедрить эту универсальную модель в практику, патронажные министра стали ходить уже на дом, обучать свою семью. И здесь у нас пришлось работать в команде не только медицинские страны, а социальные тоже работники. Ну, здесь тоже были трудности, нехватка именно психологических работников на сегодняшний день, именно периодически в день здравоохранения. Стали обучать семьи, стали обучать не только матери, а даже отцов стали обучать. И это дало хорошие результаты, что работа в команде педиатра, терапевта или общего врача общей практики команды из семьи и именно прикрепленным населением работа дала возможность, чтобы вовремя определить проблемы больных, которые именно нуждаются у детей. Или стали определять именно прогрессивные проблемы у семьи, которые должна, в первую очередь, должна медицинская сестра взять за это или же тут же доложить врачу, или где-то должна быть проблема принята не только врачами, а также в Вахалинске и другими даже комитетами. И можно сказать, на сегодняшний день у нас есть, кроме этого, свои трудности обучение врачей и организация работы в команде. Насчет этого мы сейчас работали. Есть проблемы в том, еще, конечно, внедрение университета профессиональной модели создает трудности организации документации увеличения. Где-то должны мы пересмотреть всю документацию медицинских сестер, переходить на онлайн электронную поликлинику. Медицинская сестра должна уже через онлайн наблюдать своих больных или своей семье, или давать какие-то помощи детям и матерям. И, кроме этого, выявлены проблемы не только должна медицинская сестра, а здесь и другие наши команды на работе тоже. Мы видим, что есть здесь трудности не только обучения медсестер, а действительно работать в команде тоже требует обучения врачей и врачей общей практики. Кроме этого, у нас сделан хороший один метод. Не только мы обучали врачей или педиатров, а дало возможность обучения преподавателей, дало хорошую возможность дальнейшее внедрение в эту программу. И у нас в регионе имеется 14 наших филиалов после дипломной подготовки, где обучаются медицинские сестеры после диплома. И в эту программу мы ввели эту модель, учебную программу уже после колледжа медицинская сестра приходит на после дипломное обучение, сразу преподается эта программа. И также до дипломной подготовки. Вопрос, который у нас из аудитории поступает, заключается в следующем. В чем была мотивация? То есть, почему вы вообще за это взялись? Почему вы такие средства и усилия инвестировали в построение системы универсального прогрессивного надумного посещения? Можете одним словом или одним предложением сказать, в чем была главная мотивация для правительства, для министра? Министерства здравоохранения, за это все взяться? Потому что такое серьезное дело. Спасибо. Мы все знаем и наша правительство большое внимание уделяет в последнее время на первичное звено здравоохранения. Не на лечение, а на профилактику. Если медицинская стерапия, первичное звено здравоохранения вовремя определяет проблемы пациента, проблемы больного ребенка или проблемы матери ребенка или беременных наших женщин, мы бы сэкономили дальше большие, огромные финансы. Чем лечить, лучше предупредить. И наше правительство большое внимание уделяет на то, что профилактика – это самое хорошее лечение. Чем уже осложненные какие-то, чем лечение лечить, лучше профилактикой заниматься. И когда были небольшие семинары, конференции, министерства здравоохранения, в том числе и в правительственном уровне, поднимался всегда вопрос. Лучше, самое хорошее – это профилактика заболеваний, это пропаганда здорового образа жизни, это предупреждение болезни. И мы это добились, чтобы до Министерства здравоохранения это поднять и чтобы лечить, лучше предупредить. Спасибо, спасибо большое. Действительно, спасибо вам и спасибо доктору Мамадову за ваши впечатляющие, вдохновляющие презентации. Мы в любом случае еще действительно будем обращаться к вашему опыту, потому что в рамках инициативы здоровья для каждого ребенка нам нужны мотивирующие и вдохновляющие примеры, которые бы объясняли, почему правительством действительно нужно инвестировать в подобные силы. И поэтому ваш пример очень для нас важен. Спасибо. На вопросы за аудиторию мы ответили. Спасибо. Спасибо вам. Давайте перейдем от политики к практике. То есть до сих пор мы говорили о том, каким образом мы должны поддерживать наших сотрудников. И мы сейчас заслушаем из опыт Черногории, поскольку мы говорили о том, что если хотите качественно, нужно действительно качественную практику обеспечивать. Так, Кристина из Сербии расскажет нам о той практике, которая была внедрена в надобном посещении за время пандемии COVID-19. И речь идет о системе видеоконсультирования. И все это было реализовано в рамках региональной программы, которая называлась «Смягчение последствий COVID-19 для жизни детей и семей в странах Западных Балкан и в Турции» при финансировании Европейского Союза. И Кристина была одним из пионеров этой программы и добилась действительно впечатляющих результатов, обучив 150 патронажных сестер для последующего охвата более 30,5 тысяч семей. И что еще более важно, система пережила пандемию и сейчас используется в новых условиях. И опять же, я прошу всех участников хотя бы остаться для просмотра этого видео, поскольку мы понимаем, что мы начали поздно и кому-то необходимо отключаться. Я поздравлюсь максимально кратко. Я Кристина, я патронажная сестра из города Новосад, Кристина Дейкович. И что касается нашей системы, то в Новом Саду у нас пока создана самая крупная система надувного посещения. Действительно, COVID-19 стал источником существенных сложностей. Пандемия... Кристина, вам нужно говорить, когда вам нужно... Следующий слайд. Да, я скажу. Это пока первый слайд. Следующий слайд, пожалуйста, давайте. Я пытаюсь максимально быстро, конечно, все сделать. Так, да, услуги, которые мы оказывали семьям, не были достаточно гибкими и доступными. Это стало очевидно в контексте пандемии COVID-19. Пандемия также указала на то, что у нас недостаточно ресурсов для того, чтобы безопасным образом взаимодействовать с семьями. Итак, мы предложили видеоконсультирование. Конечно, во время изоляции это не означало, что это замена для надувного посещения. То есть мы продолжали надувное посещение. Но видеоконсультирование предлагалось для тех, кто был беременен на тот момент, а также для тем, у кого были дети раннего возраста. Это повысило качество тех услуг, которые были доступны в том числе ухода и создания стимулирующей среды для развития детей. То есть мы проводили веб-встречи. Видео-встречи с семьями – это, по сути, возможность оказания поддержки в тех случаях, когда надувные посещения недоступны, не являются достаточными или экономически эффективными. Да, действительно, мы обучили 150 патронажных сестер, которые охватили 30 500 семей. И плюс у нас был постоянный контакт с теми семьями, которые мы посещали надувно. Это все вносит свой вклад в качество услуг, в услуг для стимулирования развития детей. Дополнительной ценностью является гибкость. У нас была возможность более гибко подходить к охвату семьи, и, например, к тому, чтобы привлекать отцов в эту работу. Она также обеспечивает большую доступность, когда мы можем связаться с людьми, когда им это удобно, когда у них есть для этого возможность. И у нас есть возможность обеспечить уход за детьми и за семьями, вне зависимости от того, где они находятся. То есть раньше мы не могли подключать к нашей работе тех, кто живет в других городах. Сейчас мы смогли включать в наш охват всех членов семьи, используя различные разнообразные инструменты для работы семьи и наблюдая за тем, каким образом семьи обрабатывают новую информацию и внедряют новые навыки. Следующий слайд, пожалуйста. Мы использовали различные методы в видеоконсультировании, но мы поняли, что слова являются нашим самым сильным инструментом. То есть не было возможности быть в семье, но хотя бы у нас не было возможности почувствовать. И мы, как следствие, использовали большое количество вопросов и возможностей для описания того, что они чувствуют, с чем они сталкиваются, и как ведет себя их ребенок. Поэтому нам нужно было следить за выражениями лица, за признаками невербальной коммуникации. Поэтому это все связано с выработкой определенных эмоциональных связей. При этом очень важно иметь возможность донести четкую посылку до родителей. Например, во время регулярных визитов мы предлагали эффективное и четкое руководство. Но когда у нас есть новые технологии, мы теперь использовали более прямой подход при моделировании родительского поведения. То есть иногда проще сделать что-то самим. Например, как сделать то или иное. Но во время видео встреч мы этого сделать не можем. Поэтому мы просим объяснить, что они делают, объясняем, что делать, и оцениваем то, как они делают или иные вещи. Это, конечно, сложнее, чем при надобных визитах. Но, с другой стороны, это дает нам возможность обмениваться большим количеством различных печатных и визуальных материалов и информации. Мы также анализировали видеоматериалы. То есть нужно было подумать, каким образом можно обеспечить наблюдение за взаимодействием между родителями и между родителями ребенком. И поэтому и мы видео им отправляли, где семьи кормят детей, общаются с ними, играют с ними, и просили их аналогичное видео записывать и нам присылать. И мы анализировали видео вместе, вместе с семьей. Это действительно очень важная часть видеоконсультирования. Зорица, сейчас мы запустим видео, и вы увидите, как все это выглядит на практике. Я работаю с семьей, где 5-месячный малыш. Отец при этом дома практически не бывает, ему очень много приходится работать. Но при этом оба родителя мотивированы для того, чтобы участвовать в уходе за ребенком. И вот я общаюсь с матерью о том, как кормить ребенка. И затем мы анализируем видео взаимодействия между родителем и ребенком во время обеда. И здесь я описываю сигналы со стороны ребенка, подчеркиваю важность участия отца. И пытаюсь выстроить доверие. Итак, сейчас я покажу вам краткое видео. Мы посмотрим вместе. Надеюсь, что вам видно. Видите? Видим. Сейчас, надеюсь. Видим, видим. Хорошо. Ребенок всем своим телом сигнализирует о чем-то. Хочет еще, да? Отлично. То есть отличная коммуникация во время ребенка. Отличная коммуникация с ребенком во время кормления. И эта коммуникация является крайне стимулирующей для ребенка. Также он имитирует действия ребенка. Он показывает всем телом, насколько ему хочется. Сегодня у него мотивация никого не нужна была. Так все и получилось. Буквально 4 ложки и все. И все, больше не хотел. Но этот момент очень важен. То есть, видите? Уже отец сказал. А где мама? А где мама? Посмотри на маму. Видите? Слышали? Слышали, да? Одобрительный возглас. Да, насколько важно, чтобы это все видеть. То есть он так хорошо с ним разговаривал, общался, весело, стимулирующе. И постоянно вовлекал его в взаимодействие. Это очень классный опыт. Это потому, что он был голодный. Да, с одной стороны, с другой стороны. Когда... Вы видите? Вы видите, что... При этом отец не очень даже хочет, чтобы вы записывали, но при этом насколько это важно. Что вы думаете, в этом моменте происходит? Мне кажется, ребенок еще хочет. Еще хочет. Спасибо большое, Кристина. Я всегда люблю видеть, как вы взаимодействуете с матерью. У вас еще два слайда, которые мы хотим показать. И один из слайдов отвечает на вопрос из истории. То есть насколько это нравилось вообще семьям. Видео всегда намного более насыщенным материалом, чем сами слова. То есть вот, как это выглядит на практике. Что мы выяснили за счет видеоконсультирования? Коммуникация с семьей. Мы поняли, насколько важно и в чем преимущество открытых вопросов, и насколько важно давать семьям возможность рассказать о своем опыте. О том, как можно перефразировать и стимулировать, какие-то контакты, когда у вас есть только выражение лица для подобных контактов. Мы выяснили, как выработать и устанавливать теплые отношения с семьей. Мы также научились обеспечивать мониторинг наших собственных целей и как анализировать эффективность наших усилий. важной сложностью для поддержки родительских навыков и моделирования навыков новым образом. А также то, каким образом мы можем моделировать поведение родителей и поддерживать их, вместо того, чтобы делать что-то за них и показывать что-то им. Мы также научились тому, как обеспечить более глубокую рефлексию по поводу практики. А также научились тому, каким образом учиться нам самим, вместе с нами, с нашими коллегами, для анализа практики. Последний слайд на сегодня. И родители, и сами медсестры очень любят это видео взаимодействие. И они используют это в ситуации после COVID-19. Мы смогли достучаться до семи домашних визитов, для которых были полностью невозможны. Сейчас у нас есть тренеры, тренировочные материалы, обучающие материалы и пособия по проведению видеоконсультирования. И мы сейчас продолжаем активно выступать за непосредственные личные домашние визиты, но при этом используя видеоконсультирования по мере необходимости для оказания дополнительной поддержки семьям. И мы также анализируем видео, которое записывают и присылают нам семьями. И используем видеоконсультирования, когда речь идет о вовлечении отцов в этот процесс, поскольку у них не настолько гибкий рабочий график обычно. Поэтому мы сейчас все учимся вместе и полагаем, что это полезный опыт для нас всех. И, конечно, должна поделиться тем, что я изучила. Так это то, что я стала понимать, насколько важно учиться и ставить под сомнение свою собственную практику и свои собственные подходы, и подходы своих коллег. Это тоже важная часть изменения парадигмы. Другими словами, нет возможности для обучения без надлежащего нормального отношения между родителями. Невозможно добиться успеха в моей работе без учета потребностей семьи и без готовности работать с ними над построением качественных отношений, потому что нужно показывать, каким образом взаимодействовать в семье и с ребенком. Спасибо. Спасибо, Кристина. И я действительно вижу прогресс в том, каким образом вы презентуете эту практику. И действительно, в самом взаимодействии является довольно активным и мотивирующим. Спасибо, что ответили на вопросы за дуэкторией. Понравилось ли семье? Семьи были в восторге. Очень здорово. Спасибо большое нашим участникам, переводчикам, нашим слушателям, нашим представителям участвующих организаций. Мы действительно охватили такой большой объем информации, и мы еще будем обращаться к этому опыту неоднократно. Но сейчас хочу Эвелине предоставить слово для закрытия мероприятия. Спасибо большое. Спасибо большое, Зорица. И вы совершенно верно отметили действительно впечатляющие, вдохновляющие презентации на такое большое количество содержательных материалов со стороны тех, кто принимает решения практиков, и даже, по сути, родителей, которые живут в этих условиях. Спасибо большое всем. Мне большая честь закрыть этот вебинар, а также напомнить вам, что это лишь первый из серии многих мероприятий по обмену знаниям и опытом в рамках сообщества обучения, которое мы планируем создать на оригинальном уровне. И я приглашаю вас официально присоединить к инициативе, поскольку это была только затравка, по сути. Официальный запуск будет в ноябре, поэтому присоединяйтесь к нам и надеемся, что это будет для вас тоже очень интересно и полезно. Также призываю следить за инициативой, поскольку у нас будут вебинары, и мы осенью откроем новый веб-сайт. А чтобы подписаться на все, что связано с инициативой, то вы можете использовать этот QR-код, который сейчас прямо на экране. Сейчас мы все работаем в новых технологических условиях, поэтому используйте современные инструменты, отсканируйте QR-код и получайте информацию о запуске инициативы, о готовящихся мероприятиях. Либо можно также использовать ссылку, которую мы только что положили в чат, и подписывайтесь на информацию о будущих мероприятиях и возможностях. За счет участия в этом вебинаре вы показали, что мы можем положиться на вас в деле обмена и распространения информации и знаний. И надеемся, что все, что будет делаться этой осенью и в 2023 году по всем другим темам, которые мы обозначили в самом начале, будет способствовать продолжению диалога по надобным визитам, а также по другим темам, которые невозможно развивать без активного диалога и взаимодействия по теме мониторинга, реализации и раннего развития. Спасибо большое. Действительно, мы очень рады такому большому количеству людей, которые сегодня подключились. И с нетерпением ждем дальнейших возможностей взаимодействия. И всем хорошего остатка дня, остатка пятницы. Да, спасибо большое. Всем хорошего конца недели. Всем спасибо. Всем пока. Всем пока.